добрый день друзья сегодня у нас май по-прежнему запрет поэтому реку вы можете видеть только вот так и готовимся продолжаем готовиться к сезону мне пришли новые ласты хотел попробовать ласты скорпена b это вот такие вот ласты со съемной калошей со слов со съемной лопастью есть скорпена а точно такие же в принципе только лопасть несъемная это же скорпена b в общем то вот такой вид как вы видите длина от пятки до начала лопасти 90 сантиметров значит визуально вот говорят что калоши и ласты это омер стенгрей кто-то говорит даже что похоже на лидерфинсы и тому подобное скорее всего они напоминают бс-дайвер орка в принципе калоша один в один единственное без без надписи ну в общем первое мои как бы впечатление о этих ластах в принципе позитивные хорошая резина резина в один в один как у бс-дайвер ских калош единственное здесь как-то вот не аккуратно обрезана все это дело принципе на скорость не влияет но как бы неприятно на визу визуально дальше что еще вот еще какой-то непонятный видно обрезали на заводе видите калоша немножко что-то с маленьким наверное дефектом что-то обрезали не очень в общем видно что обрезали ножом обрезали обрезка такая некачественная ну а в принципе резина так ничего дальше в общем то калоша сама по себе выполнена нормально пяточка маленькая верх здесь тоже мягкий а вот подошла нормальная такая вот как надо то есть она будет обеспечивать нормальная кпд грибка что еще здесь хочу вам показать я уже в принципе видите нет крепления такого я вам хочу вот так сейчас в общем то сама сами усы вот мне кажется что они немножко как бы не такие эластичные как у бс-дайверовских калош ну в принципе тоже мягенькие но если допустим с пикосячий калоши сравнивать то пикосячие вообще дубовая это вроде бы как ну ничего нормально сама лопасть такая мягенькая в принципе лопасть нормальная но сами понимаете что пластик есть пластик поэтому я скажу так что самое самый плохой стекло текстолит лучшее самого качественного пластика ласты делаются на одном заводе вроде как с бс-дайвером но по лопастям я не слышал таких плохих отзывов что ломаются как к бс-дайровский ну в общем то в принципе я буду снимать лопасть сразу плавать них не буду сразу я их буду снимать и продавать так что кому надо звоните договоримся значит что здесь понравилось мне в этих вот пластах значит как видите я одну уже сняла одно крепление 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 в принципе такое же как у бс-дайвера нормально такой никак у мареса такое но хлебенькая здесь действительно пластик такой дубовый нормальный будет держать дальше в принципе сама калоша так нормальная обработка грубовато конечно ну ничего вот смотрите такая вот еще история занят сзади на лопасти вот это вот как бы планочки крепежной на фиксирующий такой в принципе для лопасти из пластика будет я думаю нормально но если ставить сюда стекло или карбон лопасть то конечно же надо будет вырезать какую-то крепежную такую планочку потому что болтики эти раза разобьют сто процентов стеклотекстолитовую лопасти или карбоновую и ни к чему хорошему это не приведет поэтому вот это такая вот не понравилась мне история так принципе ласты нормальная но я еще потестирую я сегодня взял костюм взял кучу грузов сегодня поплаваю от гружусь сделал себе новую разгрузку на лето но посмотрим может вроде бы как по грузам должно быть нормально но может придется еще полукилограммовый какой-то грузик добавлять или наоборот что-то убирать посмотрю и как раз поплаваю в этой в этих ластах не проплывусь и посмотрю вам все потом скажу ну так принципе в целом в общем ничего если учитывать еще то что их цена дешевле чем допустим те же самые без до и рорка притом при всем что в принципе все как бы на одном заводе делается ласты я думаю одинаковые просто надпись написали и все здесь вообще калоши вообще без опознавательных каких-либо знаков ну так в принципе жарю на ощупь резина та же самая как и у боезда я лопа здесь стоит и под 22 градуса углом принципе ну все сейчас переодеваюсь попробую поплавать отгрузиться правильно и оценить данные ласты все не переключайтесь отплавал я около часа может немножко больше в этих замечательных ластах ну есть два момента у меня значит один момент положительный один момент немножко отрицательный положительный момент это как ни странно по лопастям вот лопасть лопастя здесь если сравнивать с лопастями bs-diver с такими лопастями плавать было мне комфортней комфортней почему потому что сама лопасть она вот немножко мягче эластичней и немножко легче как бы плавать вот если сравнивать с маресами марес черный с черными лопастями и серыми вот это приблизительно лопасть она между черными и серыми вот такая у него какая-то средняя жесткость в принципе нормально плавать пластины сами они не дубовые то есть вот понравилось единственный минус вот посмотрите здесь в этих калошах очень подъем маленький и вот даже видно на ногах красный у меня здесь вот покраснела и вот здесь покраснела то есть на ногу перри перегибает и нога начинает терпнуть в целом резина нормальная на хорошо не болтается мой размерчик но если опять же таки сравнивать с 45 46 bs-diver то там подъем повыше будет повыше и ногу у меня после двух трех четырех часов у меня в этом размере бс-дайвера в пятерке носки у меня ногу там не в тех местах не передавливала там подъем выше и с калоши вроде бы как плавать комфортнее посмотрим посмотрим что дальше у меня в принципе нога так особо и подъема большого нету но все равно вот совсем уж как-то смотрите подъем все отплавался в пятерочки вообще не холодно час пропал вообще супер даже приходясь немножко водичку подпускать рыбы я не видел плавал с камерой покажу снял работу лопастей мышцы погонял туда-сюда и хорошо все всем пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте нога другая так вы Продолжение следует...